38 дворов из 78 общественных территорий благоустроят в Коми в этом году. 24 из них в рамках проекта формирования комфортной городской среды. В Ухте, к примеру, будет построен спортивный комплекс с мультимедийной системой. Что это такое? Узнала Виктория Науменко. Ухта – один из районов города. Рядом две школы – 20-я и 16-я. На этом месте вот уже не первый год местные жители и педагоги мечтают увидеть спортивный комплекс. Учитывая вот конкретно 16-ю школу, то у них нету своей спортивной площадки. То есть там детям приходится переходить на территорию 20-й школы. Даже я, когда вот училась в школе, мы туда приходили. Сейчас, как с этим обстоят дела, точно не знаю, но я считаю, что там нужна спортивная площадка. В этом году давняя мечта исполнится. Здесь будет не просто построена спортивная площадка, а целый комплекс с мультимедийной системой. При наведении смартфона на QR-код любой человек сможет перейти на сайт с видеоуроками тренеров. Помог федеральный проект «Я выбираю спорт». Мы уже закупили полностью оборудование. 35 миллионов рублей мы за счет федеральных средств привлекли. Умная площадка, спортивная площадка – это наподобие такого, как у нас и в аэропорту. Но она намного больше и более функциональна. На стадионе у школ появятся беговые дорожки, футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, воркауты, тренажеры. Заниматься спортом здесь могут не только школьники. Площадка будет открыта для всех желающих. А это значит, что в Ухте появится еще одна полноценная локация для активных занятий на открытом воздухе. Установка запланирована на май. Большая работа предполагается и в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В набережной нефтяникам, начиная от моста, который сегодня мы закончили, до следующего большого моста, который у нас переходит к УТЛ, вот этот участок. Далее, значит, авиационная перед Дворцом культуры, Домом культуры, у них тоже такая заброшенная территория, тоже там будем облагораживать. В этом году в Ухте благоустроят четыре общественных территории, выбранные горожанами в ходе онлайн-голосования. Из нескольких предложенных эскизов благоустройства каждой территории выбирали самый актуальный. На фоне преобразившейся набережной газовиков, параллельно ей набережная нефтяников давно заметно проигрывает. В этом году это постараются исправить. Здесь также появится тротуарная плитка, новое освещение и малые архитектурные формы. Примерно тот же список работ запланирован на площадках перед аэропортом и местным Домом культуры в поселке Дальний. А на общественной территории в микрорайоне Дежнево появится спортплощадка. Не обойдется и без благоустройства дворов. Оно будет продолжено в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Виктория Науменко, Павел Логутин, телеканал Юрган, Охта.